Доброе утро! Это рубрика «Домострой» и я, Антон Павленко. В прошлом выпуске я рассказывал про небоскребы фермы. Сегодня продолжу тему инновационной экоархитектуры и расскажу про творение голландского дизайнера Дана Рузергарда, который разработал проект крупнейшего в мире очистителя воздуха от смога. Смог отнюдь нередкое явление во многих крупных городах мира. Он вызывает проблемы со здоровьем и становится причиной многих заболеваний сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных путей. Что же из себя представляет сооружение Дана Рузергарда? Это башня, которая получила название «Смог-фри-тауэр», другими словами, башня, пожирающая смог, а результат ее работы — чистый воздух. Башня представляет собой гигантский ионизатор воздуха размерами 7 на 3,5 метра. Для выработки положительно заряженных ионов в окружающее пространство используется электрический ток. Ионы присоединяются к мелким частицам пыли и других загрязняющих веществ и затем втягиваются обратно в башню с помощью внутренней отрицательно заряженной поверхности. Здесь пыль и загрязняющие вещества фильтруются, а очищенный воздух выходит наружу. В результате вокруг башни создается локализованный пузырь воздуха, который, по оценкам экспертов, на 75% чище, чем в остальной части города. Одна такая башня способна очистить вокруг себя до 30 тысяч кубических метров воздуха в час, а для ее работы требуется достаточно малая энергия, всего 1700 Вт, которая может поступать из возобновляемых источников, например, от ветровых турбин или солнечных панелей. Мало того, что башня очищает воздух, украшает город своим футуристичным дизайном, автономно и самостоятельно обеспечивает себя электричеством, так еще и производит из смога ювелирные украшения. По словам Рузергарда, цель последнего состоит в том, чтобы сделать смог более ощутимым для людей. В общем, без изюминки, как всегда, не обошлось. Так что вместо банальных украшений сапфира или черного жемчуга, ценители ювелирного искусства могли бы позволить себе запонки или кольцо из челябинского, например, смога. Такой подход еще раз доказывает, что деньги можно делать даже из воздуха. Пилотный проект планируется развернуть в Роттердаме в Нидерландах. Далее подобные башни будут построены в Пекине, Мумбаи и Париже. На сегодня все. С вами был Антон Павленко. Про новинки из мира архитектуры и строительства расскажу в следующий раз. Пока!